В 2016 году в России соревнования по компьютерным играм явно вышли на профессиональный уровень. В связи с чем в Дагестане решили провести свой турнир, в котором примут участие 29 команд со всего Дагестана. Разработка игры началась в 2009 году, когда компания Valve приняла на работу основного разработчика Dota IceFrog. Летом 2010 года Dota подает заявку на регистрацию уже торговой марки. 15 августа 2011 года в официальном блоге был опубликован трейлер к игре. Уже в июле 2013 года, после того, как два года находилась на стадии бета-тестирования, игра вышла на пользовательский режим. Dota обрела сотни миллионов поклонников по всему миру, в том числе в нашей республике. Клуб Кибер Дагестан организовал первый турнир Winter Cup 2017 в регионе, заручившись поддержкой одного из лидеров мировых производителей компьютерной техники MCI. Что тебя вообще сподвигло провести данный турнир? Ну, очень много знакомых игроков со всего региона, и каждый спрашивает, когда же все-таки турнир. И обещать обещаем, а надо уже все-таки проводить. И это является главной мотивацией. Что ты сейчас чувствуешь, когда у тебя удалось провести данный турнир? Само собой, чувство удовольствия, чувство веры в свои силы, так скажем. И обратная связь от каждого из участников, это немаловажный фактор, нравится людям или нет, потому что наши старания, значит, проходят неспроста, если люди довольны. Я видел, что у тебя есть такие спонсоры, как MCI. Как тебе вообще удалось договориться с ними, чтобы они стали спонсорами? MCI – это мировой производитель техники. Собственно, мы как раз-таки специализируемся по той же самой части. У нас комплектующие в клубе стоят как раз-таки от данного производителя. Ну, как вышло. Мы закупали товар, мы имели связь, вели диалог с представителями. И они решили поддержать наши мероприятия, так как аудитория, в том числе, это прямые потенциальные покупатели тоже данного спонсора. Что вы планируете провести дальше? Какой турнир, какого масштаба? В конце марта планирую провести турнир по кондстрайку. Также уже запланировано с компанией Мэнру разговор о дисциплине по игре Warface. В принципе, пока все. Это вот ближайшие наши планы. По словам Гаджи Али, активное участие приняли юноши от 15 до 30 лет, а именно школьники и студенты с разных городов Дагестана. Учитывая, что в нашей республике киберспорт только начал развиваться, старт получился удачным. Среди игроков были как любители, так и уже пользователи мастерского уровня. Тут можно посоревноваться с другими ребятами с одного города, посмотреть, кто сильнее. Я рад, что такие турниры устраивают. В принципе, это для всех хорошо, все хотят, ждут. По итогам турнира из 29 команд в финал вышли только 3. По результатам игры команда Милан Холли стала обладателем призового фонда в размере 30 тысяч рублей. Команда Simple Guys заняла второе место и получила 15 тысяч рублей. А также Тима Саб взяла заслуженное третье место и получила 5 тысяч рублей. Тагиб Магомед Набиев, Камиль Пермагомедов, информационная программа Пульс. Камиль Пермагомедов, информационная программа Пульс.